Всем привет, с вами Фантом, и сегодня мы прогуляемся по ужасающим местам. Завод, в подвалах которого во времена Советского Союза якобы проводились жуткие эксперименты. Башня, окутанная легендами, которым позавидует даже телеканал РЕН-ТВ. Долина, в которой уже много лет находят трупы животных. Каждое из трех мест, по которым мы пройдемся, интересно по-своему. Усаживайтесь поудобнее, пристегивайте ремни и не высовывайте головы из автобуса. Черт его знает, кого мы встретим на пути. Перед тем, как прогуляться по жутким местам, я посвятую вам окунуться в Варфейс, Хэллоуин, дамы и господа, и в честь этого прекрасного праздника Варфейс преображается. Вас ждут три тематических карты, возвращение легендарной спецоперации Затмения, где вам предстоит сразиться с полчищами зомби, а также крутые пушки и снаряжение за вход в игру. Переходите по ссылке в описании, забирайте подарочную пушку и присоединяйтесь к празднованию, если вы, конечно, не боитесь. Удачных вам сражений! Ну что, готовы к путешествию? Погнали! На южной окраине Питера нас ждет крайне увлекательное место. Центральное научно-производственное объединение «Ленинец». Действующий военный завод, где производят радиоаппаратуру, системы связи и еще всякую начинку для самолетов. Это не заброшенный чернобыльский цех, это не больница в Припяти, люди работают в «Ленинце» до сих пор. У завода даже есть своя страница на «Хэдхэнтере», то есть он живее всех живых. А, вижу по лицам, что вы недовольны. Думаете, раз это здание у всех на виду, оно не может наводить ужас? Ага, подумайте еще раз. В народе завод ЦНПО «Ленинец» называют «гнездом оборотней». При советской власти в Ленинграде работала спецлаборатория. Ее сотрудники, можно сказать, первые советские генетики. Они проводили различные эксперименты, им предстояло расшифровать геном человека. Однако, по некоторой информации, в 30-х годах лабораторию уничтожили по приказу начальства страны, и исследователей будто бы отправили в Сибирь. По другим рассекреченным данным, ни один ученый не был сослан. Стоит ли доверять всем этим документам про злых КГБшников, решайте сами. Если верить бумагам, на базе старой лаборатории сформировали новую, еще более секретную. Она подчинялась уже лично НКВД и находилась как раз в подвалах ЦНПО «Ленинец». Оглянитесь, как мрачно вокруг. А сколько костей несчастных мутантов покоится в этой земле. Какие мутанты, фантом, ты что, сбрендил? Погодите. Есть информация, что новая лаборатория занималась якобы модификацией тела человека. Ученые скрещивали различных животных, от крыс до волков друг с другом. И что самое ужасное, с людьми. И методы не всегда сводились только к генной инженерии. Когда людям в черных кителях требовался быстрый результат для отчета начальству, они принуждали ученых действовать решительнее. Вскрещивание путем пересадки органов или частей тела от одного существа другому, вивисекции, межвидовое спаривание. Много всякой тошнотворной дичи якобы здесь творилось. По некоторой информации, в спецотделу Ленинградского НКВД свозили заключенных со всей страны по 200 человек каждый год. В бумагах говорится, что преступников собирались исследовать, анализировать их психическое и физиологическое состояние для того, чтобы выработать методы лечения найденных отклонений. Если сопоставить эту информацию с теми экспериментами, какие проводились в лаборатории, можно представить, что пытались сделать НКВДшники. Они хотели одомашнить человека. Сделать его покорным, как овцу. Дрессировать, управлять им. Ребятки на хирургическом столе желали создать настоящего гражданина, судя по всему. Лабораторию давно снесли. Результаты экспериментов так и остались засекреченными. Как бы нам не хотелось узнать побольше, о тайной лаборатории на территории завода Ленинец ничего не выйдет. Ну, разве что попробуйте устроиться туда на работу и как-нибудь на перерыве занырните-ка в подвалы. А что, если все эти байки придуманы для того, чтобы люди шли туда работать? Нечет, вряд ли. Если вы любите офигительные истории, можно послушать местного сторожа. Он рассказывает удивительные вещи, будто подвалы населяют оборотни. Русские кентавры, полулюди-полукони. Ты лучше ночью здесь не броди. Особенно вниз не сходи. Там как пробежит, шарахнет копытом. Был у нас один такой резвый. Наспор ночь хотел проспать в подвале. Еле ноги унес. Потом толком ничего и рассказать не мог. У него с той ночи виски больно много посидели. Господа, надолго с ним не забалтывайтесь. А то он начнет деньги на водяру клянчить. Убираемся отсюда подальше от всяких оборотней. Итак, Москва. Мы не зря едем ночью. Дороги лежат полупустые, людей почти нет. Но зато весь город сияет вывесками, окнами и фонарями. Ехать совсем недалеко. Вверх по Садовому кольцу и чуть на север. Видите посреди бетонный зеленый островок? Это большая Сухаревская площадь. Вылезайте. Старайтесь сильно не шуметь. Здесь отдыхают местные интеллигенты, попивают винишко и говорят высоком. Глядите, это Стелла в память Сухаревой башни. Или, как ее называли в давние времена, Башни Колдуна. Самой башни нет уже, ее разобрали еще при Сталине. Рабочие унесли последний кирпич 11 июня 1934 года. Нахуй ты сверлишь-то? За 250 лет своего существования башня Колдуна обросла мифами и легендами. И даже теперь, когда самой башни уже нет, это место наводит ужас на знатоков истории Москвы. В 17 веке Садовое кольцо было окраиной столицы. Там жили бедняки и маргинальные элементы. Башню построили как дозорный пункт, чтобы обеспечить хоть какой-то контроль за положением дел в удалении от центра. Она имела высоту в 60 метров, как современные 20-этажные здания. Умели ребята строить, ничего не скажешь. По одной легенде, в Сухаровской башне хранилась печать Соломона. Ее украшали слова Короче, печать Соломона штука классная. И она якобы была в этой башне. Когда Сталин приказал башню разобрать, ее разбирали очень аккуратно, чуть ли не по камешку. Некоторые особо внимательные обратили на это внимание и задались вопросом. Что это там Иосиф Виссарионович хочет найти в древней башне? Не кольцо ли всевластия ищет? Жутковато, да, но это лишь одна из баек. Другая легенда повествует о том, что император поселил в башню своего ярого сподвижника Якова Брюса. Тот имел репутацию кулдуна и чернокнижника. В народе его боялись и недолюбливали. К общему облегчению на улицу он выходил редко. Чаще сидел в лаборатории и занимался алхимией. Яков вроде как мечтал создать эликсир живой воды и снадобье воды мертвой. Согласно легенде, он, чувствуя приближение смерти, отдал слуге склянку с эликсиром воскрешения. И приказал влить содержимое в уста его, когда колдун отойдет в мир иной. Но когда слуга стала выполнять приказание, едва первые капли коснулись губ старика. Чел его зашевелилось, кости захрустели и Яков начал подниматься с постели. Слуга испугался, выронил склянку и осколки рассыпались по земле. Вот же мудак, простая задачка же была. Как только дед начнет копыта откидывать, ну дай ты ему эту настойку, залей прямо в горло. Нет, не справился, все разбил. И где теперь этот дед? На кладбище. А может быть жил бы сейчас до сих пор? Похоже, мы никогда не узнаем, что за самогонку гнал колдун в своей башне. Заканчиваем здесь, уважаемые, и бегом в автобус. Пока интеллигенты вас не отмудохали. От призрака колдуна в башне я бы, может, вас защитил, но не от интеллигентов валием. Так кажется, один из бородатых вейперов с макбуком укусил одного из наших за ногу. Оставляем его здесь, сам виноват. Наконец-то мы добрались до нового места. Перед вами вулкан Кихпиныч. Здесь, если осторожно спуститься по западному склону, мы увидим вытянутую террасу. Террасу, которая как раз таки и называется Долина Смерти. Близко не подходите. Впервые человечество услышало про Долину Смерти в 1930 году. И это не то, чтобы прям долина, а так скромно долина. Два километра в длину, 300 с небольшим сотен метров в ширину. Пустоватое, выгоревшее. Идите за мной и смотрите по сторонам. Стоит продвинуться вглубь долины, как начинаешь замечать странное. Между булыжников лежат трупы птиц и грызунов. Некоторые уже подсохли, другие обглоданы до костей. Дальше ни шагу. У кого закрушится голова и появится чувство, словно в затылок выстрелили из плазменного пистолета, кричите. Мы вас уведем на безопасное расстояние. Дело в том, что по неизвестной причине в Долине Смерти массово погибают животные. Это заметили местные охотники. Они нашли птичьи тушки и долго их рассматривали, за что сами чуть было не поплатились жизнью. Еле ноги унесли. Профессиональное изучение долины началось лишь в 1970 году. Наблюдения показали, что период смертности выпадает на летние месяцы. Кроме тел мелких зверьков, люди стали находить тела зверей покрупнее. Медведи, росомах, лис. Уловив запах мяса, хищники заходили в Долину Смерти, наедались до отвала и... Должно быть, очень радовались, что за пищей не нужно охотиться, она уже лежит на земле. Однако, набив желудки, они уже не могли выбраться из долины и уложились рядом с костями тех, кого только съели. Ученые предположили, что воздух долины насыщен ядовитыми газами, которые вырываются из подгорной породы. Обилие сероводорода и углекислого газа в атмосфере вы можете заметить сами. Взгляните на камни. Видите, какого они цвета? Покрытый серой, которая содержится в воздухе. Специалисты решили, что ответ найден. Животное приходит за добычей, во время трапезы дышит отравленным воздухом и погибает. Мясо, кстати, тоже пропитывается ядом. Так что шансов выжить у зверя практически никаких. Только вот есть одно «но». И сероводород, и углекислый газ убивают очень неторопливо. Отравленное животное могло бы уйти на десятки километров, прежде чем задохнуться. Но почему в долине смерти столько трупов? Почему животные не уходят, а остаются именно там? Ученые стали думать. Следующая находка в 1982 году навела исследователей на интересную мысль. Оказалось, что в парах вулкана Кихпиноч содержится хлористый циан. Он смертельно опасен и даже использовался во времена Второй мировой войны как химическое оружие. Если животные вдыхали большие дозы хлористого циана, то они должны были умереть на месте. А тела их стали бы еще ядовитее, чем сам воздух. И первое время казалось, что загадка долины смерти решена. Что вам еще нужно, товарищи ученые? Но не тут-то было. В теории нашлась еще одна дыра. Если в долине действительно зверствует хлористый циан, то он должен был бы сжечь вообще всю жизнь в округе под ноль. Но там растут мхи, живут бактерии и насекомые. Значит, концентрация циана в атмосфере недостаточная, чтобы свалить здоровенного медведя. Ученые хотели было броситься на таинственную долину в третий раз. Но страна развалилась, грянул дефолт и всем стало не до этого. Что же за тайны хранит эта долина, нам кажется, еще только предстоит узнать. А пока черт его знает. Время позднее, пора возвращаться домой. Будьте аккуратны на обратном пути. Кто знает, мимо каких зданий вам предстоит пройти этой ночью. С вами был лучший экскурсовод потустороннего мира Фантом Фантомович. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно пишите в комментариях, о каких жутких местах вы знаете сами. Наверняка история у вас уйма. Ведь в каждом втором дворе нашего родненького Советского Союза есть какая-нибудь жуткая заброшка и есть какой-нибудь жуткий подземный комплекс. Жду в комментариях ваши истории. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok